Мы о войне стихами говорим. В Наринмаре прошел конкурс чтецов среди ветеранских организаций округа. В нем приняли участие 25 человек. Жители сел участвовали в онлайн-режиме. Подробности у Ольги Руссо. Наша память, как натянутая струна, Помним копик ее, а не меды. Евелина Борисовна Фенева в конкурсе участвует в старшей возрастной группе. Стихотворение, которое она подготовила, выражает и ее мысли о войне. Учить наизусть в высоком возрасте, конечно, непросто, но вполне возможно и даже полезно. В нашем возрасте, когда за 80, то трудновато. Есть способы, чтобы выучить, чтобы запомнить? Способы разные бывают. Но можно выучить, конечно. Мешает волнение. Еще одна участница конкурса – Людмила Вокуева. Жительница села Оксино по счастливой случайности на майские праздники оказалась на Ринмаре, поэтому смогла принять участие в конкурсе. Она приготовила балладу о зеничицах Роберта Рождественского. Ну, наверное, потому что очень нравится мне очень проникновенное стихотворение о девушках, которые воевали, которые прошли через этот ад, которые, может быть, мы, будучи на их месте, может, и не вынесли бы. А в рамках конкурса со сцены звучали стихи известных поэтов, местных писателей и собственные сочинения. Ева Кожевина вне конкурса подарила ветеранам свое очень эмоциональное выступление. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. Зрители в зале едва сдерживали слезы. Особенно трудно было жюри, ведь конкурс подразумевает, что надо выбирать лучших. В качестве жюри вообще всегда очень сложно, особенно оценивать людей такого возраста и в рамках такого важного мероприятия. Все участники были очень достойные и с трепетом просмотрели все работы. Глубокое уважение и благодарность за то, что они принимают участие в таких мероприятиях. Мы о войне стихами говорим. Это второй конкурс чтецов среди первичных ветеранских организаций округа. По мнению организаторов, с каждым годом он все популярнее. Это очень важно, это очень почетно, и очень, я считаю, достойно, что наше старшее поколение читает стихи наизусть в таком возрасте. Я считаю, что это для молодежи просто пример. Участников поздравили депутат Государственной Думы Сергей Коткин, председатель собрания депутатов Неницкого округа Александр Ултовинов и председатель Совета городского округа города Нарьинмар Юрий Суйский. Комок в горле на самом деле, когда говорят же все от души, от сердца. У каждой семьи кто-то ушел, кто-то не вернулся, кого-то потеряли, кто-то без вести пропал. Ну, наверное, единственный день действительно в истории России, это когда и смех, и слез рядышком. Победители и призеров конкурса наградили дипломами и памятными грамотами. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.